Тот жаркий день, когда над деревней Большие Горы нависла большая опасность, ее жители запомнят надолго. Огонь остановили совсем недалеко от домов. По официальной версии, в километре. По словам местных жителей, еще бы метров 400, и огонь мог добраться до сухих, некошенных полей вокруг поселения. Ну, все бы сгорело, конечно. Лес-то, может, еще что-то как-то. Деревня бы сгорела. Ну, благо, что помогли люди. Многие запомнили этот трактор. Он оперативно вспахал противопожарную полосу вокруг охваченного огнем леса и тем самым успокоил местных жителей. Огонь не пошел дальше. Сейчас Дмитрий Минин на своей машине мирно косит траву на полях в соседнем Ильинском. За спасение Больших Гор тракторист не получил высоких наград. Да и не нужно, уверяет Дмитрий. Главное, успел помочь. Ну, блин, надо помочь людям, е-мое, чтобы деревня не сгорела все-таки. Ну, зная, что случилось там в Суверском районе, конечно, блин, тут уже надо было действовать. Как бы, я все равно с тех краев, как бы, родом, так, я всех там людей знаю в Больших Горах, так, людям-то помогать надо. За участками леса, где бушевал пожар, до сих пор следят инспекторы. Огонь то и дело пробуждается снова. На ровном месте, без видимых причин, из-под земли начинает идти дым. Лес после пожара – тяжелое зрелище. Выжженная земля, поваленные деревья – повсюду следы работы топоров, бензопил и техники. А еще здесь очень опасно. У большинства деревьев сгорели корни, и в любой момент они могут попросту обрушиться на землю. Если лес после ЧП не привести в порядок, уверяют лесничие, это готовая почва для будущих пожаров. Ухаживать за обгоревшей территорией вокруг деревни Большие Горы предстоит ближайшие несколько лет. В ближайшее время, конечно, надо все оформить в санитарную рубку. Это по возможности быстро все это сделать, расчистить и принять меры по восстановлению леса, либо посадка, либо естественное зарачивание. По одной из версий, пожар здесь произошел по вине человека. Скорее всего, кто-то собирал ягоды и бросил окурок в сухой мох. С того времени прошло две недели, а местные жители, наученные горьким опытом, уже снова обеспокоены. На днях около деревни арендаторы леса заготавливали дрова. После себя оставили хорошую сухую пищу для новых пожаров. Вон, что после себя отставляют. Ничего не убирается. То есть это будущий костер? Да, конечно. Вдоль дороги, посмотрите, около дороги, ничего не убирают. Жители деревни уже сообщили о нарушениях в местное лесничество. Ведь в случае что, сами не справятся. Обустройство пожарного водоема в деревне Большие Горы так и не началось. Хотя после Большого июльского пожара вырыть котлован, продумать подъезд к нему, народу пообещали. Большие горы ждут и с опаской поглядывают на соседний лес. Ефим Овчинников, Алексей Миронов. Служба новостей.